будем начинать может быть у вас есть какие-то вопросы по пройденному материалу а в английском это вообще одно слово поэтому это не вопрос а у них еще видение это тоже одно слово да поэтому кто-то хочет такая вот она не может ответить, потому что у вас есть одно слово а еще есть видение в английском это одно слово we have three words and you have one word english is so simple isn't it now note remember in acts chapter 16 we won't go back there but remember that when paul had the vision of the man from macedonia то есть помните деяние 16 глава когда павел в видении увидел мужа македонянина он сразу же сделал то что ему было сказано и в тот год когда я раздавала студентам печенье и кофе была причина почему бог сказал мне это делать там были студенты которых он хотел достичь и только бог знает что потом произошло с этими студентами я знаю что два ученика с которыми я тогда разговаривала они после окончания школы хотели стать моряками это было где-то восемьдесят седьмом году то есть мы не знаем что произошло с этими молодыми людьми но мы надеемся что они ходят с богом но когда бог дает вам какое-то видение или видение или да будьте ему послушны то есть послушание давайте рассмотрим два стиха римлянам 1.5 то есть это пишет павел церкви в риме то есть через которого то есть через сына божьего мы получили благодать и апостольство чтобы во имя его покорять вере все народы здесь он говорит об апостольстве апостол это тот кто идет в другие народы у нас слово послушание в этом стихе не наблюдается да doesn't have the word obedience no oh i'm sorry i'm sorry so what does it say in english he received grace and obedience he received grace and apostleship for obedience to the faith а получил благодать и апостольство а получил благодать и апостольство в послушании вере what does it say in russian vika we received grace and apostleship so that in his name conquer all nations to faith alright english says for obedience he does that ну в английском еще сказано что в послушании то есть у нас одно слово пропустили you remember christ said go to all the nations помните христос сказал идите во все народы what paul is saying he's obeying his word he's obeying the word of yeshua и здесь павел говорит что он послушен словам иешуа и он идет во все народы куда господь его допускает историки церкви верят что апостол павел побывал и в испании там была большая еврейская община now let's turn to first peter chapter one а теперь первая петра первая глава and let's look in chapter one and read verse two второй стих he's writing peter is writing to the pilgrims of the dispersion these were the jewish believers who had been dispersed from jerusalem peter пишет церкви в рассеяние то есть это были верующие которые были изгнаны из иерусалима они отправились в понт галатию каппадокию асию и вифинию он называет их избранными кто нибудь пожалуйста прочитайте второй стих то есть здесь есть слово послушание то есть в своем послании к римлянам павел говорит о послушании и здесь петр говорит о послушании в послании к еврейским верующим которые были рассеяны в северные земли то есть следующая характеристика которая необходима это мужество или смелость вторая тимофея 1 7 это очень известный стих ибо дал нам бог не духа боязни но силы и любви и целомудрия а теперь исая 12 2 я очень люблю этот стих кто нибудь пожалуйста прочитайте второй стих вот бог спасение мое уповаю на него и не боюсь ибо господь сила моя и пение мое господь и он был у меня во спасение это слова из песни да окей и сая сказал буду уповать и не убоюсь ибо господь сила моя и пение мое а теперь откроем пятидесятый псалом седьмой стих псалом пятьдесят семь пятидесятый псалом седьмой стих пятидесятый псалом седьмой стих о том что он по моему не то а 51 7 а 50 а ну это не 7 7 2 2 2 2 3 3 1 2 3 4 4 1 2 3 4 5 5 4 В английском языке, но это не так. В 51-е, но здесь есть два слова. Да, что вы имеете в виду? Ну, если я читаю в 5-е, это оба вещества. И если я читаю в 9-е, это говорит, Ну, пока пропустим. Псалом 117. И я думаю, это будет право. 6-й стих. «Господь за меня, не устрашусь, что сделает мне человек». «Господь за меня» или «Господь на моей стороне». Помните, Господь сказал Иеремии, что он избавит его. Перед Иеремией стояло сложное задание. Чтобы быть послушным полученному видению, он должен был сказать царю подчиниться Новоходоносору. И, конечно, цари — это люди очень гордые, и им не нравится слово «подчиняться» или «покоряться». Поэтому встреча с царем прошла не очень тепло. А теперь дисциплина. Я хочу сказать два примера. Один из примеров — это Есфирь. Что вы помните о истории Есфири? Все. Ну, на все у нас нет времени. Какая у нее была дисциплина? Что делала она и ее служанки в знак дисциплины? Ну, может, кто-то знает, что сказать. Ну, может быть, в нашей трансляции это не будет называться дисциплина. Она постила, они постились три дня. Помните это? Помните это? Ну, по-английски это называется дисциплина. То есть, чтобы поститься, нужна дисциплина. Ну, то есть, ты везде видишь еду. Включаешь телевизор — там реклама. Едешь на автобусе — там тоже везде реклама. То есть, еда присутствует везде. Но, к счастью, у Есфирь не было этой проблемы. Но она и ее служанки постились три дня. И теперь Даниил, первая глава. С 14 по 17 стихи. I'd like somebody in Daniel chapter 1 to read verses 14, 15, 16, and 17. Кто-нибудь из 14 по 17 стихи, прочитайте. — Он послушался их в этом и делал 10 лет. При течении 10 дней, в длице, их показали скрасивее и делом они были полнее всех прикосов, которые летали старскими и странами. Тогда Анял Сарт брал перекушание и немногих детья и даровал новощь. И даровал новощь, чтобы максимум от этого знания для разумения всякой игры и мудрости. А Даниилу еще даровал разумения и всякие видения и сомнения. Это был пост на овощах. Это хороший пост. В 12 стихе сказано, что они ели овощи и пили воду. И делали это 10 дней. И в 17 стихе, каким был результат этого поста? Ну, что написано здесь? Ну, пожалуйста, прочитайте. А теперь своими словами скажите, что эти 4 человека получили от Бога в результате поста. А что еще из 17 стиха? Виздом. Вижен. Нет, просто 4 человека. Просто 4 человека. Это говорит, что 4 человека, Бог дал им знание, и силу, и знание. А что Господь дал Данилу? Да, разумение. Помните, мы говорили, что разумение очень важно, когда речь идет о видениях и снах. И если бы мы изучали книгу Данила, то мы бы увидели, что Данил видел много снов и видений. Он был видением статуи с разных металлами, голову голода, и все, что до ноги, клея и брасса. У него было видение, вот этот истукан, у которого голова была золотая, а там дальше уже другие металлы использовались. И у Данила был сон, в котором он видел козла и барана, и у них там разные рога на голове были. Также у него был сон о 4 зверях. У него было много снов и видений. И Бог дал ему истолкование. И не только для его видений и снов, но также и для снов царя. Даниил был человек дисциплины. Сколько раз в день молился Даниил? Три. Три раза. Он был человек дисциплины и молитвы. И также он дисциплинировал свое тело. Он не ел ту пищу, которая была вредна для его тела. Знаете, наше тело обновляется каждые 7 лет. Это касается клеток. И то, какие у нас клетки, зависит от того, какую пищу мы кушаем. Если мы едим плохую пищу, то в нас развиваются плохие клетки. Если мы едим хорошую пищу, в нас развиваются хорошие клетки. Ну, и тогда каждые 7 лет мы будем обновляться, мы будем здоровыми, сильными, пока не достигнем возраста 80 лет. Ну, то есть, Бог обещал дать нам 70 лет, а может быть и 80. Некоторые люди живут и дольше. Так что мы можем благодарить Бога за то, что Он дает нам хорошую пищу для еды. Но это не часть нашего урока, но будучи здесь гостем, я просто скажу, что у вас на Украине пища более здоровая, чем у нас в Соединенных Штатах. Да, я бы с удовольствием. А теперь давайте перейдем к благочестию и удовлетворенности. Первое Тимофею. Знаете, Дух Святой развивает эти качества в нас, в разные этапы нашей жизни. Это как разные цветы, расцветают в разное время года. У Бога тоже есть различные сезоны в нашей жизни, когда Он развивает в нас различные качества. Самое главное — сотрудничать с Ним, когда Он развивает эти качества в вашей жизни. Потому что если вы с Ним не сотрудничаете, то Ему придется отложить это в сторону на какое-то время, а потом Он снова к этому вернется. Допустим, если сейчас Он старается развить в вас послушание, то сотрудничайте с Ним. научитесь этому как можно быстрее. А если вы скажете, нет, я не хочу сейчас это делать, то да, на какое-то время Он это отложит, но потом снова вернется к этому вопросу в вашей жизни. Дух Святой наш Учитель, и Он непрестанно учит нас. Он не уходит на перерыв, и у Него нет отпуска. Поэтому сотрудничайте с Ним, побыстрее учитесь тому, чему Он вас учит, и переходите к следующему уроку. 1 Тимофея 6, 6 стих. Кто-нибудь, пожалуйста, прочитайте. Да, 1 Тимофея 6, 6. А по грунте? А по грунте? What is it, Вика? The same. It's about being a godly and content. Okay. What'd you say? Ну да, теперь рассказывайте, чего вы все смеетесь. Да, это большое приобретение. Что мы принесли в этот мир? Ничего. Ничего и не унесем. Почему мы говорим, что удовлетворенность — это качество, которое помогает человеку получать видение? Если вы прочитаете несколько стихов дальше, то вы найдете ответ. Нет, просто ответьте своими словами. Почему так важно быть удовлетворенным? И почему это помогает вам получать видение? Девятый стих. Если вы не удовлетворены, то вы будете в беспокойстве, в тревоге, в волнениях. А если вы в тревоге, в беспокойстве, в волнении, то вы ничего не сможете получить от Бога. А в девятом стихе сказано... ...that men have drowned in destruction and perdition. Спасибо. Сказано, что желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть. А если ты тонешь, то какое видение ты можешь получить? Я думаю, что у тебя есть Hare����������. Я думаю, что у меня есть тревога-мара. Что такое-мара? Два-мара-мара-мара-мара. Да, но почему кревога-мара-мара-мара? Я думаю, что ты заметила. Да, я не боялась. Не боялась. Окей. Лауны очень теплые. А, да, там, наверное, фонарь греет. Спасибо. Спасибо. Валентин, Валентин, ты хороший брат. Да, Валентин хороший брат. Да. Ну, у нас осталось всего 20 минут, так что не страшно. Ну, как, мы можем вернуться, так сказать, вернуть свои мысли обратно к уроку? 1 Тимофея 6, 9. Здесь сказано, что люди недовольные впадают во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Угу. Нет? Иммерс. О, иммерс, окей. Драун — это тонуть. Ну, то есть у нас погружают, а у них тонут. А вы когда-нибудь пытались идти в воде? Ну, пробовали идти в воде? В бассейне или в реке? Ну, то есть там быстро не пойдешь. Вода тяжелая. И она действует против вас. Когда вы погружены в воду? Или вы тонете? Помогите. Как ты можешь быть удовлетворен? То есть вы думаете об одном — как бы выжить. Поэтому удовлетворенность важна. Апостол Павел сказал, что я научился жить в изобилии и в недостатке. Это значит, что в какие-то моменты в его жизни у него было много денег. А в какие-то другие времена денег вообще не было. Но это его не тревожило. То есть быть удовлетворенным — это значит, что такие вопросы вас не тревожат. Потому что если такие вопросы вас тревожат, то ваш разум и сердце не могут быть открыты для Бога. Поэтому удовлетворенность важна. А теперь Евреям 13 глава. Здесь мы найдем еще один стих о удовлетворении. Евреям 13 глава. Пятый стих. Дима, пожалуйста, прочитайте. Здесь сказано, не желайте то, что есть у других. Довольствуйтесь тем, что есть у вас. Потому что Господь никогда не оставит и не покинет вас. И если вы удовлетворены тем, что у вас есть, то ваш разум будет свободен от тревоги. И тогда вы сможете получать от Бога его мысли. Получать от Бога его мысли. И теперь седьмой пункт, последний. В качестве примера мы прочитаем о Моисее. Исход 33 глава. Исход 33 глава. И я бы хотел кто-нибудь прочитать 13-14 стихи. Исход 33 глава. Итак, если я пройдем в благоволение, обучаствую и про Моисе. Открой мне пункт этого. Я познал тебя, чтобы преодолеть благоволение, обучаствую. И по мысли, что сильный твой народ. Господь сказал, сам я пройду и люби меня в покое. Здесь Моисей обращается к Господу. И он говорит, покажи мне пути твои. Дабы мне познать тебя. Чтобы приобрести благоволение в очах твоих. И в 14 стихе Бог ответил ему. И сказал, сам я, в английском переводе сказано, мое присутствие пойдет с тобою. И что он говорит в русском? И веду тебя в покой. Моисей это тот человек, который получил видение от Бога. И он был используем как лидер. Чтобы вывести детей Израиля из рабства. Если вы хотите быть лидером и хотите выводить людей из духовного рабства. Вы должны молиться так, как молился Моисей в 13 стихе. Вы должны просить Господа показать вам Его путь. Дабы я познал тебя. И Бог даст вам такой же ответ, какой дал Моисею. Он и Его присутствие будут с вами. Как же развивать эти семь качеств? Вы знаете, что мы прочитали много стихов из Писания. Давайте откроем последнее местописание. Вторая Тимофея. Вторая Тимофея, вторая глава. Пятнадцатый стих. Вторая Тимофея 2.15. Кто-нибудь, пожалуйста, прочитайте. Старайся представить себя Богу достойным, делателем безукоризненным, верным предпринимающим Слово Истину. То есть здесь говорится, что мы должны быть делателями безукоризненными. Мы должны быть усердными. Одобряемыми Богом. То есть, чтобы нам нечего было стыдиться. Верно преподающими Слово Истины. То есть, как развивать эти качества в своей жизни? Мы должны стать серьезными и искренними студентами Слова Божьего. И я думаю, что именно по этой причине вы находитесь в этом институте. Вы хотите больше узнать о Слове Божьем, не так ли? И вы сделали правильное решение. Много лет назад мы с Дэвидом тоже учились в Библейском институте. И мы никогда не жалели ни о потраченном времени, ни о потраченных деньгах. Родители Дэвида были не очень рады нашему решению. Мы тогда только поженились. И вместо того, чтобы учиться в университете, чтобы стать инженером, Дэвид решил учиться в Библейском колледже. Это означало, что Дэвид не сможет приобрести профессию. Его отец был врачом. Его брат был врачом. А кем должен был стать Дэвид? Дэвид стал лучше, чем врачом. Он стал духовным врачом. Чтобы исцелять сердца. И тела тоже. Бог дал Дэвиду дар исцеления. А в Комсомольске он молился за одного мужчину в церкви Слово Истины в воскресенье утром. И он молился за сердце того человека, потому что у него должна была быть операция на сердце, должны были заменить клапан. И позже, на той же неделе, было служение исцеления, и жена этого человека пришла на это служение. И Дэвид спросил у нее, как дела у вашего мужа. И жена сказала, что ее муж пошел к врачу, уже готовясь к операции. Врач проверил его сердце и сказал, что операция не нужна, сердце в порядке. И у Дэвида было много таких переживаний, и мы воздаем Богу славу. И чтобы иметь дар исцеления, Дэвиду не нужно было учиться в университете. Возможно, ваша семья, ваши друзья не согласны с тем, что вы учитесь в этом институте. Я не знаю, как у вас семья так же отнеслась к этому, как и наша или нет. Но не позвольте им разубедить вас исполнять волю Божью. Потому что то, чему вы научитесь здесь, вы сможете использовать всю свою жизнь. И это важно. Осталось пять минут, я закончу немножко раньше. Давайте помолимся. Отец Небесный, я благодарю Тебя за эти студенты. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!